В Казахстане ликвидировали организованную преступную группу, которая незаконно регистрировала транспортные средства. Подозреваемые, среди которых были работники спецсонов, меняли уникальные коды автомашин и ставили их на учет путем подделки документов. Выявлена причастность к преступной схеме 150 авто. Вещественные доказательства изъяты. Предварительный ущерб, нанесенный государству, составил 320 миллионов тенге. В общей сложности расследуется 17 уголовных дел по фактам мошенничества, неправомерного изменения информации в базах данных и подделке идентификационных номеров транспортных средств. В ходе целенаправленной разработки подразделениям по борьбе с организованной преступностью при содействии прокуратуры в Алмате задокументирован криминальный цикл постановки на регистрационный учет транспортных средств. В результате оперативных мероприятий зафиксирована работа подпольного цеха по перебитию ВИН-кодов. На одного дропера оформлялось до 50 автомобилей. Задержано 17 фигурантов. Проверка совместно со службой безопасности НАО продолжается. Больше 6,5 тысяч преступлений, связанных с наркотиками, выявили в Казахстане за 9 месяцев этого года. Это почти на 16% больше, чем за аналогичный период 2023-го. Такие данные предоставили в Комитете по правовой статистике и специальным учетам Генпрокуратуры. Наибольшее число правонарушений пришлись на незаконное обращение с наркотическими средствами без цели их сбыта. В Алматы правоохранители пресекли ввоз крупной партии наркотиков из США в виде почтовых посылок с товарами народного потребления. Тему продолжит Ануар Абдрахманов. Этот огромный ангар неподалеку от Астаны – настоящий почтовый хаб страны. Ежедневно сюда прибывают тысячи тонн посылок и писем из разных стран мира. Только из одного Китая сотрудники КАС почты обрабатывают порядка 70 тысяч тонн. Все они проходят через серьезную проверку. Вот, например, кинологи вместе с собаками проверяют, нет ли среди посылок чего-то подозрительного. Вот буквально здесь же, в Астане, месяц назад кинолог с собакой нашли вещества на полтора килограмма и дальше передали правоохранительным органам. Один из последних случаев – это из Европы попытка отправления наркотических веществ. Да, они маскируются, да, они обертываются всяческими путями, но, тем не менее, эти аппараты и кинологи с собаками в любом случае их находят. Все посылки проходят через сканер. Технология позволяет проверить их на наличие взрывоопасных веществ или наркотиков. Сотрудник КАС почты Ермек Умаров в прошлом больше 20 лет работал в полиции. Говорит, попытки доставить в Казахстан оружие или наркотики почтой – затея глупая. Мы внимательно осматриваем все посылки. В последний раз в посылке, которая прилетела из Америки, удалось обнаружить запчасти от оружия. Моё мнение – тот, кто решился на попытку провести наркотики через почту – это человек, лишённый страха. Ведь пройти незамеченным мимо наших проверок просто невозможно. Все обнаруженные подозрительные предметы дальше передают в полицию. В компании уточнили, в случае, если попытка незаконного ввоза наркотиков будет доказана, наказание понесёт и получатель, и отправитель. Даже если географически он сейчас на другом конце света. «Казпочта является членом Сибирного почтового союза. Соответственно, этот трек-номер вашей посылки, к примеру, присваивается отправителям, то есть на той стороне. И, соответственно, в этом трек-номере у нас зашифрована вся информация. Адрес отправителя, его данные, личные. Соответственно, мы связываемся со своими коллегами, условно, из Америки, и передаём дело уже для их органов тоже. То есть отвечают обе стороны». Тем временем, по данным Агентства по финансовому мониторингу, всего с начала года в стране зарегистрировали больше 90 уголовных дел по фактам контрабанды и незаконного оборота наркотиков. Изъяли больше 52 килограммов наркотиков. Ануар Абдрахманов, Руслан Алиев, 24КЗ. «В Казахстане разработают новый технический регламент на спортивное оборудование. Он будет направлен на обеспечение максимальной безопасности детей, играющих на спортивных и дворовых площадках. В этом году в единый перечень продукции таможенного союза добавили пункт «Спортивное оборудование и инвентарь». Внести изменения наша страна предложила после трагических случаев, произошедших на футбольных полях. Сейчас профильное министерство готовит приказ о создании рабочей группы для разработки документов». В 2021 году мы утвердили два стандарта. Это национальные стандарты, касающиеся футбольных и мини-футбольных ворот, а также требований безопасности к ним. Особое внимание было уделено верхним перекладинам и стойкам. Были установлены требования, согласно которым эти элементы должны иметь радиус округления не менее 3 мм, то есть быть закругленными, а не острыми. И продолжим обсуждать эту тему с представителем Минторговли и Интеграции Адилбеком Даолюдбеком. Он сейчас присоединяется к нам по Зуму. Добрый день, Адилбек. Расскажите подробнее о том, какие изменения предлагается внести в новый технический регламент. Здравствуйте. Обязательные требования к обращаемой продукции на территории Республики Астан у нас устанавливаются техническими регламентами и в Российском комиссии Союза, и национальными техническими регламентами. На сегодняшний день начата работа по разработке нового технического регламента на спортивные оборудования и инвентарь. В целом технический регламент устанавливает обязательные требования к показателям и параметрам самой продукции, правила, как необходимо их идентифицировать, формы, схемы и процедуры оценки соответствия, будет ли данная продукция подлежать декларированию или сертификации. Также включаются перечень взаимосвязанных стандартов, про которые выше было сказано, что они были разработаны, и формы государственного контроля. Прошу прощения, перебила вас, продолжите. В целом технический регламент предусматривается на спортоборудование и инвентарь, в том числе на оборудование, которое установлено на территориях, придомовых территориях, детских и спортивных площадках. Это ворота, ворота для мини-футбола, для хоккея, а также брусья, перекладины, батуты, кольца. Область применения данного технического регламента, он будет обсужден рабочей группой, которая на сегодняшний день создается при Министерстве туризма и спорта как основного разработчика данного технического регламента. А кто будет следить за тем, чтобы требования регламента соблюдались? Хватит ли ресурсов у Министерства на каждый двор? После принятия обязательных требований, которые предполагаются принять этот технический регламент, до июля 2025 года, согласно плану, в дальнейшем будет закрепление государственных органов на всех этапах жизненного цикла продукции в соответствии с техническим регламентом. Контроль за реализацией, он остается за Министерством торговли, как комитет технического регулирования. На этапе эксплуатации данное закрепление будет за местными исполнительными органами и как основной, кто ведет политику, это Министерство промышленности и строительства. Но это все в планах. Почему назрела такая необходимость? Вот именно сейчас об этом задумались. В целом, Республика Казахстан, как вы ранее сказали, в 2019 году инициировал вопрос на площадку Евразийской экономической комиссии, так как обязательные требования могут быть установлены на ту продукцию, которая включена в единый перечень в рамках Евразийского экономического союза. В апреле месяца данная позиция была включена, что дает нам на сегодняшний день правовую основу разработать такой технический регламент. Спасибо большое, Адельбек, за уделенное время, за то, что присоединились к нашему эфиру. Адельбек Довлетбек, представитель Минторговли и Интеграции, страны был с нами по Зуму. К другим темам проблемы трехсменных и аварийных школ решат в Актюбинской области. В течение двух лет в регионе планируют построить 39 учебных заведений. Почти половину из них возведут в рамках нацпроекта «Комфортная школа». Продолжит наш корреспондент. Это учебное заведение в жилом массиве «Ахжар-2» возвели в рамках проекта «Комфортная школа». Строительство практически завершено, остались последние штрихи. Учиться в две смены здесь смогут 600 школьников. У входа в двухэтажное здание предусмотрены пандусы, а внутри лифт для детей с инвалидностью, рассказывает о деталях проекта представитель строительной компании Евгений Львов. Отделочные работы практически произвелись. Процентов 90, наверное, сделано. Сейчас ведется наружное благоустройство, тротуарная плитка, асфальтирование. Коммуникации подведены, осталось подключение. А к средней школе номер 49 возвели пристройку. Через пару недель в помещении уже будут проводить занятия. Школа была переуплотнена, а пристройка к зданию позволит решить эту проблему. Здесь созданы все условия для комфортного обучения, говорит директор школы Асылай Абжанова. Рассчитано на 250 мест. Значит, 500 ученических мест здесь полностью хватает на две смены. Здесь предусмотрены модификационные кабинеты биологии, химии, физики, НВП. Также мастерская для мальчиков и девочек. Также предусмотрено футбольное, баскетбольное поле. Всего в регионе 4 аварийные и 3 школы с трехсменным обучением. Решить проблему в области намерены в течение двух лет делиться планами заместитель руководителя управления образования Артур Ауэзов. В двух школах трехсменное обучение ликвидируем в этом году. Еще в одной на следующий год. То же самое и с аварийными школами. Что касается дефицита ученических мест, то таких учебных заведений в области 18. Эту проблему будем решать также за счет открытия новых объектов образования. В течение двух лет в области планируют построить 39 учреждений образования. 12 из них сдадут в эксплуатацию в этом году. В селах Карагандинской области до конца года сдадут в эксплуатацию 27 медицинских объектов. Еще 65 заработают в следующем году. В районах повышают не только качество медуслуг, но и реализуют более 30 проектов в сфере строительства и реконструкции водопроводных сетей. Наш корреспондент Алиана Жумлеханова расскажет подробнее. Ремонт дорог, строительство социальных объектов, доступ к интернету. Главные направления программы дорожной карты развития сельских районов. Одна из главных задач обеспечения питьевой водой. В этом году выделено 5,6 миллиардов тенге на реализацию 31 проекта. Построят и отремонтируют в селах более 93 километров водопроводных сетей. Большая работа проводится по улучшению связей и доступа поселков к интернету. В регионе более 200 сел подключили к интернету, рассказывает замакима Карагандинской области Бауржан Асанов. Кроме этого, в 122 населенных пунктах у нас необходимо установить интернет. Данная работа проводится в рамках национального проекта «Доступный интернет». До 2027 года будут все наши села охвачены интернетом. Что касается сферы здравоохранения, то до конца 2025 года планируется строительство 92 новых медицинских объектов. 27 будут завершены уже в этом году. Кроме того, в каждом районе работают передвижные аптечные пункты и мобильные медицинские комплексы. Многие социальные проекты реализовали по программе «Аул Ельбесага». В рамках спецпроекта «Аул Ельбесага» последние 4 года у нас большие финансовые средства выделяются, в том числе и из республиканского бюджета, это на развитие транспортной инфраструктуры, ремонта дорог, также ремонта у нас социально-культурных объектов. Кроме этого, в рамках развития сельской медицины ведется у нас строительство врачебной амбулатории и также фельдшерских и акушерских пунктов. По программе «Аул Ельбесага» центральное водоснабжение дождались и жители села Изенды. 25 лет у них не было воды. Теперь же населенный пункт в Нуринском районе считается одним из самых показательных. Местный житель Бейбет Шокенбаев рассказывает, что в целом здесь есть все необходимое для жизни. У нас есть интернет. Важно и то, что в этом году отремонтировали все дороги. Но и больше всего мы рады, что построили водопровод. Это была большая проблема, а теперь вода есть в каждом доме. Канат Оторбаев, глава крестьянского хозяйства Отканжар, помогает молодежи обустроиться в селе. Много лет назад он выкупил дома для молодых людей, которые приехали работать в село. Так Канат Оторбаев старается привлечь молодых специалистов. Здесь созданы все условия. Я не могу оставаться в стороне и тоже хочу помогать. Чтобы молодежи здесь было легче работать, я бесплатно сдаю им жилье. Помогаю завести скот. Молодые специалисты всегда нужны. К тому же мы строим новый медпункт. Хоть у нас и есть амбулатория, но мы хотим расширять наши медуслуги. Поэтому кадры нужны. Всего в поселке проживают 620 человек. И если здесь в этом году отремонтировали все внутрипоселковые дороги, то во многих селах региона картина и наем. 855 километров дорог в селах Карагандинской области нужно еще восстановить. В этом году ремонтом охвачено 112 километров автодорог в 29 сельских населенных пунктах. Лиана Жамлихан, Васаря Накамбаев, Салаю Игликов, Зарина Зулпыхар, Карагандинская область, 24КЗ. В ближайшие годы территория Жисказгана станет больше на несколько десятков гектаров. Границы областного центра расширяют за счет освоения земель нового жилого массива. Там уже сдали в эксплуатацию около 10 многоквартирных домов. В планах построить еще 88. В новом районе построят школы, детские сады, объекты культуры и спорта, парки и скверы. Елизавета Шалина продолжит тему. Еще совсем недавно в этой части Жисказгана располагалось всего несколько зданий. В 2019 году здесь приступили к строительству первых многоэтажных домов. С обретением статуса областного центра строительство в западном районе города заметно активизировалось, говорят местные жители. В нашем районе постоянно идет строительство. Появляются новые дома, делают детские площадки. Город расширяется, меняется. Это радует. В 2023 году утвердили генеральный план Жисказгана. В нем обозначены этапы развития областного центра. Так, в течение пяти лет на 44 гектарах нового района появятся почти 90 многоквартирных домов, объекты здравоохранения, образования и культуры, а также административные здания, рассказывает руководитель отдела градостроительства Маргулан Сейдахметов. Уже завершаются работы по проведению инженерных коммуникаций. Это теплоснабжение, водоснабжение и канализация. После чего начнется реализация строительства данных объектов. Генеральным планом также предусмотрено строительство объектов малого и среднего бизнеса. Помимо этого идет индивидуальное жилищное строительство. Земельные участки под частные дома уже получили порядка тысячи жисказганцев. Необходимая инфраструктура в районе имеется. Недавно здесь провели газопровод и часть строений подключит к газоснабжению. Территорию подмонтажной застройки планируют расширить. Генеральным планом также предусмотрено около 200 земельных участков. Это подстроится 200 домов, которые будут реализованы в ближайшие годы. Земельный участок предоставляется на три года в аренду. В течение этих трех лет граждане должны построить свои жилые дома, ввести в эксплуатацию. После ввода в эксплуатацию осуществляется оформление земельного участка в частную собственность. В целом площадь областного центра намерена увеличить на более чем 700 гектаров. Существующие границы постепенно будут сбегать в западном направлении в сторону села Кингер. По генплану этот процесс должны осуществить до 2038 года. Елизатер Шальнур, Болзипаев, 24КЗ, область Улутау. Это 24КЗ. Я напомню, мы работаем в прямом эфире. Цены на зерно растут ежедневно. В Минцельхозе рассказали о выгодах для казахстанских фермеров. В ведомстве считают, что наши аграрии могут заработать. Цена за тонну пшеницы на Черном море увеличилась до 250 долларов США. Это на 34 доллара выше, чем в июле. За минусом стоимости логистики цена на казахстанскую пшеницу выросла с 61 до 78 тысяч тенге. Минцельхоз также сообщает о росте цены на российском рынке. Отмечу, в Казахстане собрали рекордный урожай зерновых – 26 миллионов тонн. Но ранее фермеры сообщали о сложностях с поставками зерновых на внешние рынки. И сейчас к нам подключается руководитель управления развития растеневодства Марлен Госпанов. Здравствуйте. В этом году, как мы уже отметили, сейчас вышел, собран рекордный урожай зерна. Но фермеры сообщили о сложностях со сбытом. Какие варианты у них есть? Здравствуйте. Да, в этом году мы получили порядка 26 миллионов тонн зерна с урожайом с 15,9 сентября. Как вы отметили, это рекордный год, как считается, за последние десятилетия. В последний раз такая урожай зерна наблюдалась только в 2001 году. Ну, надо начать, наверное, с того, что у нас из посевных площадей 23 миллиона гектаров зерновой составляет 16,7. Из них на сегодняшний день по зерновым основным колоссовым у нас вложенные работы завершены. Продолжаются по ряду других культур, как масличное культур, кукурузное зерно, сахарно-сеховой технической культуры, подчастника. И в некоторых областях овощей и картофеля. Касательно сбыта зерна, да, на сегодняшний день у нас идут отгрузки зерна. Основными рынками сбыта являются те же традиционные рынки, как страны Средней Азии. Это Узбекистан, Таджикистан, Уф-Мистан, Киргизия. Кроме того, экспортируются наши зерна на рынки, такие как Афганистан, Иран. Вот можно отметить возвращение данной рынки Ирана. И восточное направление, это, конечно же, для нас перспектива является китайский рынок. По итогам девяти месяцев можно отметить рост экспорта. Китайским направлением у нас достигнуто 1,4 миллиона тонн зерна, что аналогично к прошлому году. И до конца года планируется увеличить объем до 2 миллионов тонн. В целом у нас экспортные перспективы, это у нас порядка 12 миллионов тонн, которые мы хотим экспортировать. Счетом урожая текущего года. А вот учитывая эту ситуацию, планируют ли в МЦХ провести диверсификацию посевов, сокращать площади под зерновыми, увеличивая засев другими, более рентабельными культурами, к примеру? Да, эта работа у нас ведется уже. Разработана дорожная карта по адресу посевов, посевов, площади. Это, конечно, в первую очередь отход от монокультуры, от пшеницы. И увеличение посевов, площади более приоритетно. Как сказать, экспортно-ориентировано с высокой себестоимостью, таких как маслищина, социально значимая культура, это сахарная свекла, гречиха, овощи и картофеля. И в текущем году можно уже отметить ряд показателей, да, это сниженные площади посева на 560 тысяч. Но вместе с тем увеличились площади масличных культур на 135,5 тысяч. Также сокращаются площади влагоемных культур, таких как попчатник и риса. В целом работа в данном направлении ведется. А вот рост цен на зерно на мировых рынках, как отразится на наших фермерах? Это, конечно же, отразится очень положительно, потому что зерно у нас хорошего качества и в большом объеме. Также здесь можно отметить, что в спрос корпорации также утверждены цены закупочные в рамках порванного закупа. До этого были утверждены цены на пшеницу третьего класса, да, это от 85 до 100 тысяч. Недавно утверждили цены также на пшеницу четвертого и пятого класса и на ячмен второго класса. Ну, если по цифрам, то четвертого класса пшеница составили от 65 до 75 тысяч. От криковинок, конечно, пшеница пятого класса от 60 тысяч и ячменяк 50 тысяч. А если вдруг сейчас фермеры не смогут сбыть урожай, достаточно ли зернохранилищ, чтобы сохранить урожай? Да, у нас в целом по республике имеется в емкости хранения в объеме 30 миллионов тонн зерна для хранения. Из них 16,6 миллионов тонн – это зернохранилища, такие, работающие с лицензиями, это вот большие элеваторы. Кроме того, у сокроводства производителей имеются собственные склады, да, это где-то в объеме 13-4 миллиона тонн. Данную емкость хранения мы считаем достаточным в целом для сохранения урожая текущего года и переходящего в запас. Спасибо большое, Марлен, за участие в нашем эфире. Марлен Успанов, руководитель управления растеневодства МСХ страны, был с нами на прямой связи по Зуму. В Хустанайской области завершают восстановление линии электропередачи, которые были повреждены из-за талых вод. Всего во время весеннего паводка в южной части региона без электроснабжения остались 14 населенных пунктов. В негодность пришла почти тысяча опор. На время их ремонта села, оставшиеся без света, подключили к ближайшим уцелевшим электросетям. Без света поселок Курпек остался в конце марта. После весенних паводков электричества не было месяц. Все это время люди пользовались электрогенераторами. Теперь они хранятся в чуланах каждого дома. Такой есть и у местного жителя Серика Жумабекова. Спасибо людям, когда узнали, в каком мы положении, нам стали передавать мини-электростанции. Их отправляли из Хустаная и Астаны. Вокруг поселка в радиусе 10 километров была вода. Поэтому эти генераторы мы уже забирали на лодках. Ремонтировать опоры ведущие в поселок Курпек начали позже всех остальных. Ждали, пока уйдет вода. Из-за нее большегрузная техника не могла зайти в степь и вязла в грязи. Вспоминает Нурбол Адби Ахмед, главный специалист Акимата Урпекского сельского округа. Работы по восстановлению линий от районного центра Мангильды до поселка Урпек продолжаются. На нашем участке смыло больше 40 опор. Думаю, до начала зимы линию подключат. А пока в населенный пункт электроэнергию подают напрямую из Аркалыка. В поселке Урпек 200 домов. Они не пострадали во время паводка к альтернативной электролинии. Населенный пункт подключили в середине мая. Доступ к свету без перебоев. Круглосуточный. Во время паводка в Амангильдинском районе без электричества остались 7 населенных пунктов. За месяц электрослабжение в них восстановили полностью. А в поселке Урпек даже сделали больше. Здесь впервые за всю историю установили уличное освещение. Всего после паводка в южных районах области в Джангильдинском, Амангильдинском и Аркалыке отремонтировали почти тысячу поврежденных опор, говорит заместитель руководителя областного управления энергетики Азамат Сабыржан. Кроме этого, у нас в Амангильдинском районе была подстанция 110 на 10 кВт. Сгорело, как раз находился в воде, распределительная подстанция. На сегодняшний день данные КРУН у нас заменен и восстановлен. В общей сложности на восстановление электроснабжения в южных районах региона из-за резерва государства выделили миллиард 300 миллионов тенге. Наталья Строкова, Сергей Трахтенберг, Кустанайская область, 24КЗ. Сейчас о том, что происходит в мире. Мощный ураган «Оскар» обрушился на Кубу, которая уже третьи сутки остается без электричества. Сильные ливни и штормовые волны ударили по восточным районам Карибского острова. Там в результате стихии повреждена инфраструктура, повалены деревья и подтоплены прибрежные участки. По данным метеослужбы, ураган достиг первой категории со скоростью ветра 120 км в час. Нарушена система связи с пострадавшими районами, но стихия осложняет работу по восстановлению электроснабжения. Последние три года по всей стране происходит плановое отключение электроэнергии из-за изношенности сетей, технических неполадок на ГЭС и дефицита топлива. Мощное наводнение накрыло итальянскую Болонию. Из-за сильного дождя сошли оползни. Вода затопила дороги, поля и несколько населенных пунктов. На местных реках наблюдается критический подъем уровня воды. Погиб ребенок. Как минимум 2000 человек эвакуировали. В целом, красное и оранжевое предупреждение о неблагоприятных погодных условиях объявлено по всей Италии. На Сицилии, по мере улучшения погодных условий, жители начали приводить в порядок свои дома и улицы. Одновременно начался подсчет ущерба. Почва настолько затвердевает из-за засухи, что когда идет дождь, она превращается словно в цемент. Поэтому такое количество воды становится неуправляемым. Дороги заполняются водой и грязью. Потом весь мусор оказывается в море. Вчера из-за отходов образовался своего рода залив. Это была настоящая галлюцинация. В течение нескольких минут начался настоящий ад. Центральная часть Франции осталась без света в связи с сильнейшим за последние 40 лет наводнением. В регионе сохраняется оранжевый уровень опасности. Там ведется очистка территорий населенных пунктов и инфраструктуры. По словам премьер-министра Франции Мишеля Барнге, специалисты провели больше 2000 спасательных операций. Он также отметил, что в условиях изменения климата страна будет все чаще сталкиваться с природными катастрофами. Напомню, 18 октября сильные наводнения охватили центральную и южную части страны. За несколько суток в некоторых регионах выпало до 700 миллиметров осадков. Это больше, чем годовая норма в Париже. Движение транспорта приостановлено. С прошлой недели из зон бедствия эвакуировали около 1000 человек. Испанская береговая охрана спасла 230 мигрантов у Канарских островов. Среди них трое детей и 14 женщин. Нелегалы направлялись в Европу на лодке. В основном это выходцы из Западной Сахары. Их дрейфующее судно обнаружили испанские спасатели. Позже нелегалов высадили в ближайшем порту. Отмечу, в страну продолжают пребывать нелегальные мигранты. Пытаясь попасть в Европу, люди выбирают опасные маршруты и подвергают себя смертельному риску. По данным МВД Испании, с начала года на Канарские острова и стран Западной Африки на лодках добрались около 33 тысяч мигрантов. Это на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Тысячи мигрантов идут в сторону границы США и Мексики. В группе около 2000 человек, передает Associated Press. Караван начал движение от южной границы Мексики. Причиной массовой миграции стала безработица в стране, а также задержки в рассмотрении заявлений о предоставлении убежища. По данным информационного агентства, сейчас на границе Мексики находятся около 40 тысяч нелегалов. Соединенные Штаты являются главным пунктом назначения для многих выходцев из стран Латинской Америки. Люди направляются туда в поисках лучшей жизни. Независимо от того, кто победит на президентских выборах в США, он должен оказать на необходимую поддержку. Мы все переживаем трудные времена. Многие стремятся переехать в США ради лучшего будущего для своих семей. Турция готова принять беженцев из-за Ливана. Об этом заявил президент страны Реджеп Таип Эрдоган. Политик отметил, что Турция уже больше 13 лет предоставляет убежище нуждающимся. Между тем, ситуация в Ливане продолжает ухудшаться. Нападением подвергаются как мирные жители, так и миротворцы ООН. Израильские военные считают, что ливанское движение Хезбулла использует позиции миротворческих сил в качестве прикрытия для своих атак. По данным ООН, в результате эскалации конфликта в более безопасные районы переехали полмиллиона жителей Ливана. Это примерно каждый пятый ливанец. 470 тысяч из них бежали в Сирию с начала месяца. В результате бомбардировок израильских военных в Ливане погибли 2500 человек. Еще 11 тысяч получили ранения. В настоящее время в нашей стране находятся около 3,5 миллионов сирийских беженцев. Наша дверь всегда была и остается открытой для них. Наши двери открыты и для беженцев из Ливана, а также туркменов, проживающих там. Я запускаю кампанию по сбору средств, чтобы привлечь доноров для помощи в связи со сложившейся ситуацией. Средства для решения этой проблемы необходимы уже сейчас. Эти беспорядочные обстрелы заставили нас покинуть дом и уехать в безопасное место. Мы привезли сюда только одежду. У нас нет плиты и кухонных принадлежностей. Одежду стираем вручную и едим все, что нам дают. А сейчас о ситуации на Ближнем Востоке. Израиль нанес новые удары по югу Берута. Серия взрывов прогремела в 500 метрах от международного аэропорта, сообщает Рейтер. Кроме того, израильская армия нанесла три точечных удара по филиалам финансового учреждения Аль-Карт Аль-Хасан. По данным израильских военных, организация спонсирует деятельность ливанского движения Хизбулла. В том числе начисляет зарплату бойцам и помогает им закупать оружие. Карта Аль-Хасан имеет 31 филиал в Ливане, в том числе и в Беруте. Ранее Цахал уже заявляла, что планирует атаки на офисы финансового учреждения по всей стране. Информации о пострадавших от ночных ударов нет. В ближайшие дни мы раскроем, как Иран финансирует террористическую деятельность Хизбуллы, используя гражданские институты, ассоциации и НПО в качестве прикрытия. Мы будем атаковать их ночью и сообщим о результатах в течение следующих нескольких месяцев. 160 реактивных снарядов запустило движение Хизбулла из Ливана по северу Израиля. Израильским военным удалось перехватить часть ракет. Остальные упали в открытой местности, передает газета «Иерусалимпост». В результате обстрела в некоторых районах начались пожары. Три человека пострадали. Сиреновоздушные тревоги прозвучали в районах Западной и Верхней Галилеи. Там зафиксировано несколько падений снарядов. США развернули свой противоракетный комплекс «СААД» в Израиле. Компоненты, система, радары, ракеты-перехватчики и прочее оборудование в страну доставили свыше 20 военных самолетов. На них прилетели и сотни американских военных для настройки обслуживания комплекса. Отмечу, систему противоракетной обороны в Израиле разместили по приказу президента США Джо Байдена с целью отразить возможный ракетный удар Ирана. Этот комплекс дополнит систему ПВО Израиля. Он предназначен для перехвата баллистических ракет малой, средней и промежуточной дальности и поражает цели на расстоянии до 200 километров. Управлять им будут американские военные. Вернемся к событиям в нашей стране сегодняшнего дня. Все больницы и поликлиники в Казахстане обязаны застраховать профессиональную ответственность своих работников. В стране создадут единый страховой пул. И в случае, если был нанесен вред здоровью пациента, именно страховые компании будут выплачивать ему компенсацию. Ранее это бремя лежало на медицинском персонале. А может ли это защитить права пациентов и улучшить качество медуслуг? Али Шарнакипов расскажет подробнее. О необходимости защиты прав медицинских работников и повышении престижа профессии впервые заговорили еще два с половиной года назад. Президент тогда поручил законодательно закрепить статус врачи. После обсуждения чиновники и депутаты предложили ввести денежные награды, усилить социальные привилегии, а также до 8,5 миллионов тенге увеличить подъемные пособия для тех, кто будет работать на селе. Поправки приняли в мажоресии Сенате, а после направили на подпись главе государства. Я учусь на врача общей практики. Эта специальность на сегодня весьма востребована. Сейчас она в седьмом курсе. После учебы хочу вернуться в свое родное село. Приятно удивлен тем, насколько планируют увеличить подъемные. Для молодых специалистов считаю, что это огромная помощь. Если первая часть документа понятна, то вторая вызвала бурные дискуссии, особенно страхование профессиональной ответственности медработников. Главная причина нововведения – рост жалоб граждан на качество оказания медицинских услуг. Согласно закону, пациент в случае врачебной ошибки сможет получить компенсацию от страховой фирмы. Если условно нанесен вред вашему здоровью, то по нынешней системе вы обращаетесь в суд, проходите множество экспертиз. Это очень сложная процедура для граждан. Надо признать, на практике определенное количество таких проблемных дел решается неформально, когда коллеги сами скидываются и помогают возместить вред. То есть фактически медицинский работник выплачивает ущерб со своего кармана. Это финансовая нагрузка на них. Теперь же при наличии страховки ущерб будет оплачивать страховая компания. Страховать профессиональную ответственность медработников начнут в Казахстане уже сегодня. Теперь клиники должны застраховать всех своих сотрудников. В случае, если пациенту был нанесен вред, будет создаваться независимая экспертная комиссия, которая должна подтвердить или опровергнуть факт причинения ущерба здоровью. Если вину медика докажут, компенсацию пациенту выплатит страховая компания. Размер выплаты будет устанавливаться в индивидуальном порядке в зависимости от степени нанесенного здоровью ущерба. Наша отрасль, наша специальность такова, что без каких-либо инцидентов обойтись нельзя. Потому что течение одного и того же заболевания у разных людей может протекать по-разному. И, к сожалению, никто не застрахован от этих медицинских инцидентов. Я специально избегаю слова ошибки, потому что ни один врач не идет на работу, чтобы совершить какую-то ошибку. Вот эти риски мы сейчас страхуем. То есть они, естественно, разные и зависит от специализации. Сами работники платить за страховые взносы не будут. Эти деньги заложат в тариф на медицинские услуги. Подобный единый страховой пул поможет оградить врачей от многомиллионных потерь, считают в Министерстве здравоохранения. При этом в случае ненадлежащего выполнения своих обязанностей медик понесет наказание по закону. Ни в коем случае данный законопроект не направлен на уход от ответственности, о снижении качества медицинской помощи. Наоборот, мы предполагаем, что все в целом положительно повлияет на качественную медицинскую помощь. По данным Верховного суда, только за 2022 год на качество оказания медицинских услуг пожаловались почти 7,5 тысяч граждан. В результате завели 52 уголовных дела. Али Ширнакипов, Асхат Харукайшиев, 24КИЗ. Ежегодно в Казахстане регистрируют больше 5 тысяч случаев заболевания рака молочной железы. Из них с летальным исходом около тысячи. Об этом сообщили в Казахском научном исследовательском институте онкологии и радиологии. В регионах страны сейчас проходит акция «Розовый октябрь». Месяц посвящен повышению осведомленности и профилактике рака груди. В медорганизациях республики проходят дни открытых дверей. Полина Зачиналова продолжит. В столичный онкологический центр жителицы города пришли на обследование ранним утром. Сегодня они пройдут общий осмотр груди и по показаниям будут направлены на УЗИ или маммографию. По словам онкохирурга Юрия Жукова, при своевременном выявлении онкообразований шанс на выздоровление у пациентов намного выше. Средний возраст женщин, у которых возникает рак молочной железы, это 40-60 лет. Но, к сожалению, мы нередко регистрируем случаи, когда женщина более молодого возраста болеет этим заболеванием. К сожалению, у нас были пациентки 20 лет, 30 лет. Чем раньше выявлен рак молочной железы, тем больше шансов на благоприятный исход. Поэтому скринингом пренебрегать не нужно. И женщины, конечно, должны проходить профилактический осмотр, каждый год посещать врача хотя бы общей практики. Сами пациенты считают, что регулярное обследование у маммолога – это личная ответственность каждой женщины. Некоторые из них приходили на прием к врачу дважды в этом году. Я буквально летом была последний раз у маммолога, но в силу возраста. Поэтому посчитала необходимо прийти сюда. Стараюсь раз в полгода, раз в год проходить хотя бы раз в год чекап. Даже вроде не подозреваешь, ничего не беспокоит, но потом после чекапа часто слышу, что обнаруживают рак молочной железы или рак гинекологической части. Поэтому лучше заранее предугадать. Женщинам в возрасте от 40 до 72 лет необходимо проходить плановые скрининги раз в два года. Именно в этом возрасте опухоль наиболее агрессивна, говорит специалист организации скрининговых исследований Мураджа Сактаганов. По статистике у 30% всех обследованных пациенток обнаруживается онкопатология. Это те женщины, которые не подозревали, что у них начинается онкология молочной железы. Вопрос оперативного лечения уже не будет столь категоричен, чтобы удалять полностью, сносить всю молочную железу. Можно будет сохранить, удалить только часть молочной железы, которой было поражено, или провести операцию онкогласическую. Проводить диагностику груди самостоятельно врач не рекомендует. При любых, даже незначительных изменениях на теле, следует обратиться к медикам. Отмечу, рак молочной железы занимает лидирующую позицию по онкозаболеваемости среди женщин в стране. Полина Зачиналова, Нургалим Амрубаев, 24КЗ. Почти у 10 миллионов граждан Нигерии проблемы со слухом. Это затрудняет их социальную интеграцию и трудоустройство. Чтобы решить проблему, местные активисты создали новый проект, где людей обучают основам IT-сферы по специальной методике. Подробнее в следующем материале. Проект Defintech стартовал в столице Нигерии Абуджи в 2022 году. За это время свыше тысячи людей с нарушениями слуха обучились языку программирования Python. В нем могут участвовать кандидаты в возрасте от 18 до 35 лет. Лекции помогают ученикам раскрыть свой творческий потенциал, несмотря на недуг, говорит преподаватель проекта Виктор Ориха. Я воодушевлен энтузиазмом моих учеников изучать предмет. Я вижу страсть и интерес в их глазах, несмотря на недуг. Я знаю по себе, что людям с нарушением слуха нужен образец для подражания. Человек похожий на них, который сам будет обучать их на языке жестов. Так у них будет больше мотивации достигать своих целей и совершенствовать свои навыки. На занятиях студенты обучаются не только программированию, но также веб-дизайну, цифровому маркетингу и другим ключевым IT-дисциплинам. По завершению обучения участники получают сертификаты, подтверждающие их навыки. Основная цель проекта – предоставить людям с особыми потребностями возможность работать со всеми на равных. Но курсы стремятся привлечь больше женщин. По мнению авторов проекта, именно они чаще всего сталкиваются с дискриминацией на рабочем месте. Моя мотивация – улучшить свои знания в области технологии. Я надеюсь, что после окончания учебы смогу найти хорошую работу с учетом полученных навыков. Когда я впервые узнала об этом проекте, во мне проснулась надежда. По данным ООН, в мире насчитывается 2 миллиарда людей с инвалидностью. Из них 26 миллионов – граждане Нигерии. Как журналисту вести себя в зоне военного конфликта? Интенсивный курс по экстремальной журналистике прошел в Алматинской области. Три дня корреспонденты, операторы ведущих телеканалов, информагентств и периодических изданий изучали психологию террористов и осваивали медицинские навыки. Все полученные знания представители медиасферы закрепили на практике. Алишер Ашимов продолжит тему. Желая скрыть свои преступления, террористы атаковали группу журналистов, освещавших события в зоне военного конфликта. По такому сценарию развернулись учения. Свет и непроницаемые мешки отрезали акулпера и микрофона от мира, превратив в беззащитных марионеток. Под градом пули ударов прикладов их погнали во вражеское логово. Город Кочевников. Здесь группа подверглась пыткам и допросу. У журналистов выбивали информацию о их работе и связях. А те, в свою очередь, пытались сохранить в тайне свои источники и миссию. Военную надо расстрелять. Журналисты, журналисты. На какой редакции работаешь? Журналист. Терпеть такие пытки заложникам пришлось недолго. Спецназ, обладая точной информацией о их местонахождении, провел тщательно спланированную операцию. Бойцы застали террористов врасплох и спасли журналистов. Учения коллегам понравились. Такие мероприятия нужны для нашей подготовки. Эмоции передать сложно. Страшно было, но не так сильно. Конечно, мальчикам, мужчинам сильно попался, чем девушкам. В таких ситуациях, конечно, это очень сложно, когда нагло одевать мешок. Как будто начинается паническая атака. Опытные инструкторы провели лекции по тактической медицине и психологии терроризма. Полученные навыки слушатели закрепили на практике. Организаторы выстраивали различные ситуации, а журналисты должны были их решить. При этом не подвергнуть опасности себя и коллег. Вы, в общем, справились с задачей. И самое главное, мы хотели вам показать, как это физически и психологически тяжело находиться в такой зоне. Как вы сами видите, передвигаться по такой местности, бронежилет из камеры, успевать снимать и думать о своей безопасности, это нелегко. В таких ситуациях журналисты должны обладать спокойствием и сохранять бдительность. Наше дело не воевать, а оперативно и достоверно освещать информацию. Опыт работы журналистов в горячих точках говорит о том, что такой вид обучения продолжает оставаться актуальным. Почти за 10 лет военный дискурс прошли больше 220 специалистов медиасферы. Сразу 9 медалей различного достоинства завоевали казахстанские спортсменки на международном турнире по эстетической групповой гимнастике в Гонконге. Это одна из самых престижных мировых арен, где собрались сильнейшие команды со всей планеты. Всего в первенстве приняли участие 60 коллективов из 14 стран. В частности, столичные гимнастки возрастной категории от 14 до 16 лет заняли первое и второе место. Серебро и бронзу завоевали спортсменки в категории сеньоры от 16 лет и старше. Это второй чемпионат Азии в истории эстетической групповой гимнастики. И уже вторые соревнования. Команда Казахстана остается в лидерах, занимает лидирующие позиции, чемпионство Азии в юниорах, призовые места в категории сеньоров. В эти же сроки проходил финальный этап Кубка мира, где в категории юниоров наша команда Алан Джуниор заняла почетное третье призовое место. Сейчас наша команда сборной республики Казахстан ведет подготовку к чемпионату мира, который состоится в ноябре в Эстонии. И на этом пока все. Следите за развитием событий вместе с нами. До встречи.